Я имею собственное мнение по поводу духовной причины происходящего. И мое мнение такое, что отец Ефрем, он создал у себя в монастыре такой мощный духовный центр. Это может быть единственный из афонских монастырей, который помимо духовной работы для созидания душ братьев, он еще и миру открыт и являет миссию миру. Поскольку в наше время противостояние антихристианских сил и церкви, оно сейчас все усиливается и усиливается, то для антихристианских сил такая яркая мощная личность, как отец Ефрем, он является одним из главных врагов, которых надо убрать с поля боя. И, конечно, он ту работу, которую делает у себя в своем Ватапетском монастыре на Святой горе Афон, никто больше ее не делает. Если мы не просто так говорим, что центр духовности православия, центр молитвенной жизни православия, это Святая гора Афон, то на Святой горе Афон, вот уникальный монастырь Ватапет, это тот, который открыл себя миру и большое количество монашествующих, мерян, духовенства, имеют возможность туда приехать не просто, чтобы помолиться где-то с братьями, как в других монастырях и получить некий личный опыт молитвы, но они имеют возможность получить некую духовную школу. Каждый раз, когда я туда приезжаю, я встречаю в Ватапетском монастыре монахов то из Оптиной пустыни, то из Фалаамского монастыря, то еще из каких-то русских монастырей, которые приезжают туда, даже специальная годовая виза такая для изучения монашеской жизни. То есть, если весь Афон он собирает, вот этот духовный молитвный опыт, то Ватапет отдает его миру. А сейчас, с учетом нашего оскудения молитвенного опыта, способности передавать этот молитвенный опыт, сейчас, конечно, особую роль играет возможность вот таких духовных центров, где мы можем получить эту духовную школу. И, конечно, такое значение, которое сейчас имеет в плане вот этой духовной школы Ватапетский монастырь, оно для церкви очень важно, и, соответственно, для врагов церкви оно ненавистно. И поэтому все вот эти нападки на отца Ефрема, я не беру сторону там юридическую там и все и так далее, какие-то экономические, финансовые, они имеют прежде всего духовную природу. Отец Ефрем – это воин Христов, сильный воин Христов, которого надо убрать, выбить из рядов церкви Христовой. Вот это главная задача. Важно понимать, что вот эти антихристианские силы, которые у нас в России 70 лет пытались физически уничтожить церковь, ее выжигали, вырезали, с духовенства верующих ссылали, физически уничтожали, а после этого 20 лет этой перестройки заливали духовной всякой отравой, гадостью, и считали, что все, уже вера в Россию, она уничтожена, русский человек уже настолько разложен и морально, и духовно, что он не способен уже ни к серьезной вере, ни к серьезной духовной жизни. И тут отец Ефрем привозит нам часть пояса Пресвятой Богородицы, и когда миллионы людей сутки стояли на морозе, это, конечно, был такой страшный удар по врагам Церкви Христовой, что, вот, я не удивляюсь, что как только отец Ефрем сошел с трапа, тут же вот началось на него уже гонение буквально прямое физическое. Ну, что свидетельствует о том, что церковь жива, свидетельствует о том, что действительно, вот, роль таких людей, как отец Ефрем, она очень важна, и мы, православные люди, должны их беречь, должны их поддерживать, и прежде всего, свои молитвы.